Трудное местоописание с библейским порталом Экзегет Во-первых, странно проклинать ночь, которая уже прошла Во-вторых, еще страннее прибегать к помощи некоторых особых заклинателей дней Но и уж совсем странно, что эти самые заклинатели способны разбудить Левиафана, кем бы он ни был Давайте разберемся сначала с проклятиями ночи Ну, Иов начинает свою речь в третьей главе с того, что он отрицает вообще этот мир Он проклинает день рождения, а потом, соответственно, ночь зачатия То есть он говорит не просто «я хотел бы умереть, потому что мне противила такая жизнь» Но он говорит, вообще все мое существование бессмысленное Это ошибка, которую я бы хотел исправить И более того, он в каком-то смысле отрицает этот мир Как Иван Карамазов собирался вернуть билет Творцу И, кстати, Марина Цветаева потом подхватила эту фразу от Достоевского Пора-пора-пора Творцу вернуть билет Иов как раз первый, кто это сказал Не то, что «я хочу совершить самоубийство» Он, кстати, отказывается Ему предлагала до этого жена, говорит, похули Богу и умри То есть он тебя тут же поразит на месте Иов говорит, нет, ни в коем случае Но он говорит, весь мир плох Весь мир надо бы раз сотворить Не только у меня проблема В мире вообще ужасное количество несправедливости, угнетения, жестокости, греха А как же такое можно терпеть, если Бог такое терпит? Он в этом виноват, говорит Иов в этой книге Наверное, такой самой богобороческой книги во всей Библии Интересно, что она при этом вошла, но это уже отдельная тема Вошла в состав Писания Но кто же такие заклинатели дней? Что за бессмысленная профессия? Ну, вы знаете, в древности, особенно в таких языческих культурах Было представление, оно и сегодня есть О счастливых-несчастливых днях По гороскопу сегодня у такого-то знака финансового успеха Вот такого-то любовного свидания, а у такого-то, наоборот, все очень плохо И надо сегодня из дома не выходить, а то все будет ужасно Но с этим же можно что-то сделать И есть специальная профессия заклинатели дней Более того, ну, сегодня у нас календарь, он от нас не зависит Он везде объективен, да? Тогда в древности было много календарей И можно было объявить день пропущенным Вот как суеверные люди, например, пропускают тринадцатый номер Где-то в, я не знаю, в нумерации комнат в отеле на Дальнем Востоке Например, в китайском языке числительное четыре похоже на слово смерть Поэтому обычно пропускают четвертый этаж Или обозначают его каким-то словом, не называя его цифрой четыре Или вот этим вот страшным китайским словом, обозначающим смерть Но это сегодня смотрится немножко наивно, а в древности это было достаточно серьезно И, значит, заклинатель дней — это профессия Вот если у тебя день не задался, бывает же такое У меня бывает иногда, очень печально Пошел к заклинателю, он объявляет этот день небывшим А завтра у тебя опять, соответственно, там, ну, у них названия дни и месяцы были другие Опять 38 февраля Вот не люблю месяц март, 38 февраля пусть будет завтра, да? И есть человек, который может мне это легко устроить А при чем здесь Левиафан? Вот надо подумать, кто такой Левиафан Его портрет есть в книге Иова, довольно жуткий портрет В конце 40-й главы И особенно в 41-й Ох, какой там Левиафан Я читаю опять-таки свой перевод Кто поднимет край его одежды, пронзит двойную его броню Кто распахнет врата его пасти, ужасом веет от его зубов На его спине ряды щитов, скрепленных плотно, как печатью Тут многие говорят, это крокодил, потому что у него чешуя такая плотная Сомкнут они друг с другом, и воздух не пройдет между ними Один другому прижат, сцеплены они неразрывно Чихнет он, молния сверкает Глаза его словно очи зари Из пасти вырывается пламя, рассыпаются огненные искры Из его ноздрей поднимается дым, как от котла кипящего над очагом Ну вот уже не крокодил, потому что огнедышащего крокодила все-таки на свете нет Какой-то прям динозавр ужасный, да еще и огнедышащий Видимо, мифологическое чудовище, дракон Огнедышащий дракон И это, конечно, некоторый образ О, есть такие, кто говорит, это сатана Случайно он дышит огнем И у нас там в самом начале книги, в прозаической ее части Сатана приходит к Богу и спорит с ним об Иове Ну, я уже говорил о том, что с моей точки зрения Это не сатана нашего догматического богословия Потому что вроде как он не должен спорить с Богом Бог ему не должен ни отвечать, ни доказывать Ни вообще как-то вступать в какие-то с ним отношения Что это может быть некоторый противоречащий Который испытывает Иова, но не хочет его погубить Но те, кто говорит, что Левиафан это сатана Считают иначе, что сатана в книге Иова это враг рода человеческого И Левиафан просто одно из его имен И тогда все очень логично Заклинатели дни, они маги, они волшебники И они могут пробудить к жизни сатану и вызвать его И вот, и дальше пойдет совсем плохо Иов уже прям в сатанизм прямой почти что ушел И думает о том, как бы ему проклясть Проклясть ночь своего зачатия И тем самым может невольно разбудить сатану И сам это прекрасно понимает Я не думаю, что сатана в книге Иова Это действительно сатана нашего догматического богословия Я уже об этом сказал А Левиафан, я не думаю, что его другое имя Но Левиафан — некоторая очень грозная, мощная сила Не случайно он появляется в самом начале поэтической части И потом снова в самом конце Уже Бог отвечает Иову и говорит Какой могучий Левиафан То есть в мире есть некие силы С которыми ты не совладаешь И там в конце прямо об этом сказано Что ты можешь сделать с этими животными Они там называются Бегемот и Левиафан А русский бегемот, он, в общем-то, оттуда Хотя там тоже описан не бегемот и не крокодил А кто-то более ужасный Вот, и тогда получается, что заклинатели дней Это те люди, которые могут пробудить Вот эти грозные какие-то мистические буквально силы Может быть, среди них можно назвать и сатану Но это не прямо на него указание И в результате вот как бы переписать всю мировую историю Вот вообще изменить этот мир Выпустить на волю что-то ужасное, страшное, мрачное Не знаю, сегодня там ядерной войной бы, наверное, это у Левиафана изобразили Но тогда это вот некий огнедышащий дракон Но в любом случае это некоторая сила Которая человеку абсолютно не подвластна А заклинатели берутся его пробудить И вот здесь, может быть, оказывается, не так уж неправы те Кто говорит, что Ио вступает на очень опасную дорогу Не надо будить Левиафана Потому что если ты начинаешь думать о том, что этот мир слишком несовершенен Ты можешь вызвать каким-то образом к жизни, к активности, к присутствию здесь сейчас Некие силы, которые тебе не подвластны абсолютно Будь то, я не знаю, атомная энергия Которую, конечно, во время написания Библии не знали люди Будь то некоторые мистические силы Какие-нибудь там духи тьмы и так далее Или что-то еще мы не знаем Но вот человек, который говорит А давайте сегодня будет 38 февраля Ну, в наши дни он выглядит, конечно, чудаком Если не сказать более грубо Но в те времена, вероятно, он выглядит магом и волшебником И он действительно эти силы может пробудить И Иов начинает с того, что говорит Мир ужасно плох Я не хочу жить в этом мире Пусть лучше придут те, кто могут разбудить эти силы Лишь бы они этот мир уничтожили Дальше начинается его диалог с друзьями Которые сначала все мягче, потом все жестче Переходя на личности, оскорбляя уже Иова Начинают с этим спорить Но важно, что с самого начала книги эта заявка делается Иов не просто говорит Господи, ты знаешь, как-то ты со мной грубо обошелся Ну, нельзя же так Он говорит Господи, этот мир, который ты сотворил Это отвратительный мир Я бы хотел его уничтожить Вот это очень серьезная заявка И мне кажется, она позволяет нам понять Почему эта книга такая драматическая И делает гораздо более неожиданным Конечное примирение Иову с этим миром Ну, а на самом деле с Богом Где про Левиафана гораздо более подробно И Господь с ним уже говорит об этом Левиафане Описывая его и любуясь им Что интересно Ведь это же не просто Какой ужасный Левиафан Ты с ним не справишься Но посмотри, как он могуч и прекрасен Посмотри, а те силы, которые ты считаешь безусловными силами зла Это, кстати, еще один очень сильный аргумент Против того, чтобы отождествлять сатану с Левиафаном Господь любуется сатаной, что ли? Но он любуется, я не знаю, атомной энергией Я привожу примеры с современной жизни Потому что мы понимаем, насколько это могучая и страшная сила Но мы знаем, насколько она нам помогает в атомных электростанциях И вот он говорит Смотри, этот мир прекрасен даже там, где он для тебя ужасен В этой ужасности есть своя красота Есть своя гармония Есть своя соразмерность А вся книга Ио, вот все, что между третьей главой этой самой сорок первой Это, собственно говоря, очень честная и очень мучительная для Ио попытка Во всем этом разобраться и найти этот ответ Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому